Семинар по программе Adobe Illustrator Также посмотрим макрокоманды для ускорения нашей работы. Эти темы интересны тем пользователям, чья работа связана с изготовлением одинаково оформленных макетов. Например, визитных карточек для сотрудников компании, поздравительных открыток, пригласительных билетов и тому подобное. В этих случаях не обойтись без переменных, позволяющих значительно ускорить выполнение подобных работ. Переменные удобны для генерации однотипных текстовых фрагментов или изображений. Хотя мы можем в дальнейшем также включить и диаграммы, и остальные элементы. Сущность переменных заключается в том, что они меняются при изменении источника данных. В итоге, вместо макетирования сотни визиток или открыток, дизайнер может создать один единственный шаблон визитки или открытки. Туда можно поставить текст, иллюстрации, импортировать фотографии, определить их положение с указанием типа каждого из них. Где-то будут текстовые переменные, графические и так далее. И для каждого объекта устанавливается связь с внешней базой данных. И выполнив слияние конкретной записи данных из базы с шаблоном, можно на выходе получить визитку для конкретного лица. И распечатать его или отправить адресату по электронной почте. Если поменять источник данных, например, специальность сотрудника, то в окне программы появится визитка уже другого лица. Иными словами, переменные позволяют автоматизировать процесс подготовки однотипных изображений и получить многократные версии изображения. Многократные версии, точнее макета, полностью соответствующие оригиналу шаблона. И это все с минимальными затратами времени. Основы работы с переменными. Ну что ж, нам без панели variables не обойтись. Переменные и variables. Я уже открыла эту панель. Window, variables. Панель я уже открыла, уже отделила. Здесь пока пусто, здесь пока ничего нет. Я пока не создала тоже никаких текстовых или графических элементов. Ничего не поставлено здесь. Но вот хочется несколько переменных просы создать и их преобразовать в разные типы. Здесь бывает 4, точнее, типа переменных. И одна переменная может быть абсолютно пустой. Мы уже знаем кнопочку new. Создаем variable 1, variable 2 и так далее. В дальнейшем обязательно надо будет все это переименовать. И смотрите, двойной щелчок по кружочку, вот этот кружок, этот знак, говорит о том, что эта перемена не связана ни с каким состоянием. То есть здесь нет вида переменной. Я двойным щелчком открываю эту переменную. И вот type, тип, я выбираю, допустим, graph data. Graph data, данные для графика, позволяет создавать динамические графики, диаграммы. Окей. Смотрите, во что превратился значок, кружочек. Двойной щелчок по второму кружочку, variable 2. Выбираю тип, linked file. Помните, импортирование, в иллюстраторе наверняка делали много раз, импортирование изображения с галочкой link. Мы сегодня обязательно это сделаем. То есть эта переменная, variable 2, будет работать именно с пролинкованными изображениями, со связанными изображениями. Пожалуйста, такой значок, как будто горы там нарисованы. Двойной клик по кружочку, variable 3, и я выбираю тип уже text string. Text string, связь с текстом, обеспечивает создание динамического текста. Окей. И четвертый вид. Пятый вид специально оставлю с таким кружочком, без типа no type. И четвертый вид, двойным щелчком открываю, и выбираем visibility. Visibility – это видимый, позволяет сделать динамической видимость отдельного объекта, и группы объектов, имеют только два значения. Объект либо виден, либо нет. Но этот режим целенаправленно для презентации выбирается. Для презентации. Visibility – для презентации. Обратите внимание, какие интересные значки в палитре variable. Значки изменились. Вот это уже такой признак, что мы создали разные перемены. И пока их названия так, такие оставим, но чуть позже уже, конечно же, поменяем. Ну что ж, некоторые важные правила, связанные с переменными. По умолчанию, как я уже сказала, переменные в палитре variables получают ничего не значащие имена. Variable 1, Variable 2 и так далее. Двойной клик, и, допустим, можете набрать русскими буквами, диаграмма, пожалуйста. И очень-очень рекомендуется все-таки как-нибудь это переименовать. Пожалуйста. Изображение. Текст описательный у нас будет без текста. Никак, никуда. И презентация. Допустим, уже кто-то будет заниматься этим. Презентация. Мы сегодня, во время нашего семинара, посмотрим две перемены, самые часто используемые. Текст и изображение. Пятую перемену не переименовала, но type здесь нет никакого вида, поэтому оставлю как есть. Дальше. Мы потихонечку будем создавать какие-то переменные, где текст, очень много текста. И смотрите, теоретически, в общем-то, текстовые объекты могут располагаться как в одном текстовом блоке целом, то есть фамилии, имя, отчество в одном блоке, так и в разных. Но для более корректной работы переменных я все-таки рекомендую создавать отдельные текстовые блоки для каждой переменной. Так будет правильнее. Очень-очень рекомендую так работать. Пожалуйста. Абсолютно независимые друг от друга. Три текстовых фрагмента и каждому фрагменту свою переменную создать. Здесь ограничений никаких нет абсолютно. Следующий важный момент. Изображения, запланированные как динамические, они должны быть не просто помещены в документ. Copy, paste здесь точно не работает. Не копируем, не вставляем. И не внедряем, не внедряем ни в коем случае, так как связь прервется. Мы изображения обязательно должны импортировать в файл Place строго-настрого с галочкой link, с галочкой связь. Конечно, вы в программе Photoshop эти изображения будете редактировать, в каком формате вам они понадобятся, в JPEG или TIFF или еще в каком-то формате обязательно link. Вы увидите перекрестие после импортирования. Пожалуйста. И из этого изображения можно уже получить переменную на основании этого блока. Одному объекту, как правило, текстовому или графическому изображению может соответствовать одна переменная или две. Например, то, что с презентациями связано, здесь могут работать две переменные. Но, как правило, одной переменной достаточно для работы и с изображением, и с текстовыми фрагментами. Ну что ж, пока такое знакомство, пока такие нюансы, тонкости, пока знакомство именно с панелью Variables. Но давайте перейдем к технологии работы. Ну что ж, закрываю такой черновичок, или пусть останется пока, пусть она останется, эта иллюстрация. Ну что ж, технологии работы. Первый этап – мы обязательно должны создать нужный макет. Допустим, я хочу делать визитную карточку 90 на 50 с нужной ориентацией. Если есть цветной фон, то обязательно с выходом под обрез, сколько-то миллиметров. То есть первый этап – это создание макета и далее уже редактирование каких-то элементов дизайна. У меня что-то уже есть, готово. Я возьму, например, а давайте возьмем не визитки пока, а давайте возьмем приглашение, потом визитки также посмотрим. Есть визитки, есть разные формы визитки. Пока приглашение смотрим. То есть я создала такой дизайн приглашения на свадьбу, на бракосочетание, такое событие 15 сентября по адресу, пожалуйста, запоминаем. И здесь мне понадобится, в общем-то, одна единственная переменная – это для гостей. Имя, имена для гостей. Мы можем взять абсолютно любой шрифт, но посмотрим. Я беру текст на этом шаблоне, делаю клик и, допустим, набираю «Дорогие Никита и Ольга». Ой, прошу прощения, дорогие Никита и Ольга. И Ольга, обязательно смотрим, какие есть у нас шрифты. Посмотрим, есть ли здесь что-то интересное. Есть такой, знаете, дополнительный шрифт. Я сейчас быстренько установила. Форматируйте, как вам хочется. Хочется делать пожирнее, хочется делать покрупнее. Кегель, начертания. Здесь особого начертания нет у «Алегрета», поэтому особо ничего не добавлю. Никита и Ольга, допустим. И я хочу эту вот переменную, этот текстовый фрагмент как-нибудь прикрепить к переменной. Только этот текстовый фрагмент. Остальные фрагменты даже могу заблокировать, ничего там не затрагивая. Ну что ж, после этого в панели «Variables» нажимаем на кнопочку «New». Он никакой, то есть она переменная, она никакая. Двойной щелчок по кружочку и выбираем «Text string», именно текстовую переменную. Задать имя очень-очень рекомендую. «Variable», мы же знаем, что так не очень удобно. Допустим, «Гости». «Гости». Вот так назовем. Окей. Есть переменная текстовая, называется это переменная «Гости». Ну вот этот текстовый фрагмент, надо бы выделить этот текстовый фрагмент. Затем синим цветом выделить переменную «Гости» и делать эту переменную динамической. Самая первая кнопочка, не учитывая замочка, первая кнопочка «Make text dynamic», то есть делать текст динамической. Динамически. Вот так. «Гости» и уже здесь пошел вот такой процесс. Дальше. Создать бы верхней фотокамерой папку для данных. Папку для данных вот именно для Никиты и Ольги. Я нажимаю на фотокамеру. Дата сайт 1. База данных номер 1. Оставляю, не переименовываю никак. Дальше. Очень хорошо. У нас есть переменная «Гости», текстовая переменная, она динамическая. Уже есть база данных номер 1. Я захожу сюда и набираю, допустим, Андрей и Елена. Звездочка у базы данных 1 меня не устраивает ни в коем случае. Я ничего здесь не трогаю. Я еще одну базу данных создаю. Еще раз на фотокамеру. Если я сейчас уже начну перелистывать, я уже вижу, что я перешла на Никиту и Ольгу, затем перешла на Андрея и Елену. И так далее. То есть мне никто ничего не передал. Я работаю только с иллюстратором. Я здесь, в этом текстовом фрагменте, просто набираю имена. Допустим, Олег и Людмила. Я думаю, 3-4 таких вариантов сделаем, достаточно будет. И на звездочку, пока не обращаем внимания, просто еще одну переменную создаю. Третья переменная. Выхожу из режима редактирования и просто перелистываю. Первая переменная, это Никита с Ольгой. Вторая переменная. И третья. Все очень хорошо, но мне, допустим, надо будет это сохранять в каком-то формате для отправки куда-то, вот этим людям. Возможно, по имейл, возможно, через кого-то я передам, через курьера, смотря какой вариант передачи этого приглашения вы предпочитаете. Допустим, мне хочется отправить по имейл, то есть я такой легкий формат, растровый формат предпочитаю в этом случае, чтобы люди, не имея под рукой ни фотошопа, ни иллюстратора, открывали через просмотр, через программу просмотра. Что мне делать? Внимание, отодвигаем variables. Нам бы создать сценарий сохранения, точнее, экспорта этого макета с тремя и более, допустим, переменными в формат JPEG. Для создания сценария нам понадобится панель actions. Actions. Действия. Чтобы нас ничего не смущало, я возьму в этой панели вот эту папку default actions, удалю. Я здесь создам четвертой кнопочкой собственную папку. Так и назову переменные. Допустим, вот в этой папке будем собирать все-все-все действия, все сценарии, связанные с переменными. Дальше. Хочется уже записать. Записать процесс экспорта. Процесс экспорта, экспортирования в JPEG формат. Что я делаю? На этой панели нажимаю пятую кнопочку. Create new action. Создать новое действие, новый сценарий. Называю приглашение. Обязательно как-нибудь назовите, потому что запутаетесь в огромном количестве однотипных названий. Приглашение попадает в папку переменные, и после кнопочки record, запись, дословный перевод, мои действия будут записываться. Record. Кнопочка горит. Я экспортирую. Файл экспорт. Пусть у нас будет, знаете где, это вот сегодняшняя дата у нас. И вот я создала такие папочки. Пустые они пока. Сохранить, экспортировать вот сюда в папку JPEG. Допустим. Папку JPEG. И выбираю, естественно, такой же формат. JPEG. Пожалуйста. Вот этот процесс я просто записала. Пусть будет с максимальным качеством. Я этот процесс просто записала. Достаточно. Останавливаю. Стоп. Запись есть. Пожалуйста. Экспорт. Даже путь показывает, куда я отправляла. Но это для одного макета. Я просто запись сделала. Больше ничего. Но мне бы для этих трех пар сейчас создать эти JPEG форматы. Далее. В меню панели Actions. Автоматизация. Автоматизация. Бэтч. Автоматизация процесса. Бэтч. Самая последняя команда. Здесь мы видим то, что у нас есть. Это папка переменные. Action. Действие приглашения. Здесь надо смотреть. service. Сверхисточник. Дата. Дата. Сет. То есть папки данных. Сверхисточник. Дата. Сет. Папки данных. И так как у нас идет процесс экспорта, то override action export commands, то есть переопределение этого действия. Включается такая галочка экспорт, а не сейв. У нас экспорт. И я выбираю путь. Choose. Куда попадут эти три парочки их приглашения? Choose. Также сюда, значит, вот jpeg. Такая папка уже есть. Ок. Как я хочу увидеть, какие названия будут у этих трех парочек, то есть у этих пригласительных билетов. Скорее всего, data.sate.name. То, что на панели variables мы видим Никита Ольга, Елена Андрея и так далее. Все. Несколько деталей. И ок. Процесс пошел. Все произошло. Открывая эту папку, пожалуйста, jpeg, все есть. Я могу этот файл смело удалить, потому что он, как для записи он был сделан. Здесь все хорошо на самом деле. Можно попытаться, сейчас попытаюсь сделать двойной клик, посмотрим, как откроется. Предлагает выбрать программу, потому что не очень понятно. Вы видите, что здесь нет расширения и здесь нет эскиза. Обычно смотрите, как эскизы работают, хотя бы в режиме списка. Они будут эскизы, jpeg формата, они должны быть, да и расширение не помешало бы. Поэтому, как нам быть, как нам быть, как эту папку, jpeg, этой папке, файлом в этой папке, как-то задать расширение. Я очень рекомендую не только для иллюстратора, а в дальнейшем для других программ тоже скачать. Это не бесплатная, значит, программа, приложение такое, EntryNamer. EntryNamer, пожалуйста. И сюда вы можете добавлять любые папки или любые файлы для выбора нужного расширения. Очень удобная программа, очень качественно все выполняется. Ну что ж, я выбираю кнопочку «Добавить папки». Моя папка jpeg находится вот здесь, jpeg. Окей. Затем действие, что я хочу с этой папкой делать или с этими тремя файлами. Действие. Первая же строка, первая же строка изменения расширения, без точки, будьте внимательны, пожалуйста, без точки, набираем просто jpeg. Начать. Иду к файлам. Все готово. Иду в свою папку, уже jpeg, уже предварительный просмотр возможен. Я отправлю, люди, абсолютно не имея под рукой никакой графической программы, могут открыть через просмотр и принять наше приглашение. Это очень и очень удобно. Это у нас вот такое приглашение в jpeg формате. Можем отправлять, как нам хочется. Но мы с приглашением сделали что? Мы с приглашением поработали именно с текстом. Только с текстом. А все же на этом семинаре хочется еще и изображение показать. То, что очень и очень часто вам понадобится. Да, это в основном текст. Это текст. Но и изображение тоже. Так что я все закрываю, не сохраню, все на своих местах. Все закрываю и открою то, что уже есть. В нашей компании специалисты сейчас уже начали делать визитные карточки для сотрудников уже с фотографиями. Очень интересно смотрится. Давайте попробуем. Файл open. У нас есть где-то вот визитка. То есть уже что-то сделано. Отодвигаю. Давайте все это в одно целое уберем. Конечно же, выпуск за обрез не забываем. Все правила перстки, макетирование мы знаем. Я чуть позже эту рампу удалю. Увы, в иллюстраторе нет такого понятия, как графический фрейм. Это есть в индизайне. Поэтому я фотографии буду импортировать в свободное пространство. И смотрите, пожалуйста. Я буду создавать, значит, визитные карточки и для себя очень хочется, и для своих сотрудников. Вот. Я преподаватель, Дмитрий Лавков менеджер, и Накарякова Анастасия, наша очаровательная, тоже менеджер. Я хочу для нас создавать какие-то, значит, переменные, визитные карточки. Плюс еще и фотографии буду импортировать. Ну что ж, давайте попробуем. Первым делом, как всегда, это создание переменных. Я создаю, раз, для фамилии, два, имя, отчество. Вот смотрите, я здесь попробую делать фамилию, имя, отчество, о чем я вначале говорила. Можно в одном фрейме. Попробую делать в одном фрейме. А вторую переменную сделаю только со специальностью. Попробуем. Посмотрим, насколько нас это устроит. Ну ладно. Двойной клик по кружочку, значит, text string. Окей. И двойной клик по кружочку, тоже text string. Пока у нас, увы, нет фотографии, которые мы могли бы прикрепить еще и linked file. Но что есть. Далее, будьте внимательны, выбираю этот блок, фамилия, имя, отчество. Выбираю variable 1, делаю переменную динамической. Здесь уже дают какое-то название. И то же самое делаю со специальностью. Выделяю специальность, блок. Выделяю синим цветом, variable 2. И еще раз перемен. Пожалуйста. Можете переименовать, можете рядышком под словом objects уже смотреть, что здесь работает. И вот сейчас я хочу добавлять... Ну, себя начну, фамилия, имя, отчество. Добавляю Авдалян. Анаидова. То есть, начиная руками все это вбивать. Чуть позже покажу, как... Если есть база данных, хоть какая-нибудь, как импортировать. Но пока так. Вот так вот. Вот так. Уже что-то там изменилось. Здесь я просто наберу преподавателя. Вот так. И это будет первой папкой данных. Первая папка данных. Ну что ж, с вами набираю дальше. Ловков, Дмитрий, Андреевич. Набираю дальше. Ловков, Дмитрий, Андреевич. И он у нас менеджер. Менеджер. Потрясающий менеджер. Это уже будет вторая папка данных. Первая. Повторяю, она на этого мысльна. Вторая папка данных. Ловков, Дмитрий, Андреевич. Ну и еще. Еще на корякову Анастасия Евгеньевна. Пожалуйста. Она тоже у нас менеджером работает. Вот так поставлю еще сотрудника. Пожалуйста. Все. Так сделаем. Ага. Есть опасность выхода куда-то. Но нет. Все в порядке. И третью базу. Третью папку данных. Ну что ж. Если перелистывать, в общем-то все работает. Точно так же, как было это с приглашением. Согласны? Все нормально. Все с текстом работает точно-точно так же, как было с приглашением. Но очень хочется уже фотографии сюда вставлять. Эту рамочку я пробную такую поставила. Она не какая-то. Просто прямоугольник. Я удаляю. Перехожу на датасет 1. Датасет 1. И сюда в файл «Плейс» импортирую свою фотографию. Не забываем, что импортировать строго-настрого с галочкой «Link». С галочкой «Связь». Никак иначе. Ой, какая большая. Надо же. Давайте-ка уменьшим. А то слишком большая. Даже можно более точные размеры задать. И вот для этого изображения еще одну переменную, находясь на датасет 1 в первой папке. И вот эту переменную я сделаю «LinkedFile». Выделю фотографию. Выделю «Variable3». И обязательно сделаю динамической. Обязательно динамической. На всякий случай, несмотря на то, что звездочка сейчас не появилась от слова «Data», я все-таки рекомендую обновить. Вот такая функция обновления. Дальше. Если перейти ко второй датасет, конечно, уже другую фотографию надо будет импортировать. Выделяем эту фотографию. Там, где на панели опции вы видите ссылочку, оранжевую такую ссылочку, это название фотографии. Открываете список и «Re-Link». «Re-Link». «Переимпортировать». «Ловков». «Звездочка» появилась. «Обновляю». Окей. Всегда это окно появится, когда вы обновите. И третья датасет, третья папка данных. Уже, прошу прощения, не так ни в коем случае. А, «Re-Link», обязательное условие. «Re-Link» и нашу очаровательную Анастасию. Пожалуйста. И «Обновляю», так как звездочка есть. Это всегда. Ну что ж, уважаемые слушатели, кто по вебинар подключился и кто обновился. Кто обновился. Такую ошибку увидите. Как только начнете перелистывать, то есть делайте попытки перелистывать в «Linked файл». Ошибка 2015-й версии «Creative Cloud» 2015. По поводу ошибки уже я написала, уже дважды отправила сообщение. Неопознанная ошибка. Вы это видите на своих экранах. Ничего страшного, не переживайте. Она только-только вышла. Кто обновился, подождите, чуть-чуть, чуть терпения, пожалуйста. Это только с пролинкованным файлом выдаётся такая ошибка. Чуть-чуть терпения, пожалуйста. Вот так вот. Ну что ж, что я хочу делать? Я хочу, может быть, в PDF-формате всё это делать или в каком-то другом уже формате. И хочется, конечно же, отправлять, допустим, на печать. Variables я создала. Перехожу в «Actions». В этой папке «Переменные» я хочу записать новый сценарий для сохранения в PDF-формате. Пятая кнопочка. Create new action. PDF так и назову, чтобы было ясно, понятно. PDF, пожалуйста, record. И процесс сохранения. Пожалуйста, сохранить как. Пусть будет, я папочку такую сохранила. Пусть будет здесь, потом этот образец я удалю. Визитки. Визитки. PDF. Визитки PDF. Сохранить. Compression не надо нам включать. Метки, я думаю, вот не знаю, может быть, метки-обрезки для PDF. Давайте меточки. Метки-обрезки. В общем-то, пока все, пока здесь больше ничего не трогаем. Save PDF. Вот этот процесс я записала просто. Запись. Останавливаю. У меня второй сценарий. Первый сценарий приглашения я сделала, второй сценарий уже PDF визитки. Ну что ж, мы знаем, что это была запись, но это надо автоматизировать для всех сотрудников. Поэтому в меню панели Actions, батч, автоматизация, да, PDF, который находится в папке переменные, source, data sets, папки данных. Здесь, обратите внимание, уже не экспорт у нас, выключая эту галочку. У нас уже save, то есть распределить эту команду save. Куда сохранять для разных сотрудников? Choose. И вот, пожалуйста, в этой папке я создала еще такую пустую папку PDF. Все на своих местах. Окей. Процесс пошел. Все распределено по своим местам. Здесь единственный образец, который я получила при записи, я удалю. Такая же ситуация. В PDF-папке тоже есть файлы, которые, в общем-то, неопознанного формата. И нам придется через AntRenamer, где я удалила все предыдущее, все еще раз добавлять. Добавить папку, добавить PDF, эту папку, действие, просто PDF без точечки, это очень удобно. PDF, начать и к файлам возвращаюсь. Все чисто. То есть, если я сейчас двойным плеком открою, здесь уже вопроса не возникнет. С метками обрезки, со всеми абсолютно нужными нюансами, просто я отправлю это на печать. Без проблем. Абсолютно. То есть, ускоряем таким образом свою работу, что очень-очень важно для нас. Вот еще. Такой вариант. Тоже удалю все нюансы, все элементы. Ну что ж, здесь тоже поработали. И еще кое-что. Кое-что я решила как-то больше ускорить, что ли, процесс. И уже в программе Excel, допустим, не я это набирала, а мне передали. Мне просто передали, я должна иметь это в виду, я должна каким-то образом этот список сотрудников поставить в программу Иллюстратор. Ну что ж, некоторые действия дополнительные надо будет выполнить, но все же. Я создала такую визитную карточку для компании, которая занимается флористикой. Есть такая уже готовая. Вы наверняка, я уверена, что сами создадите все нужное. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, вот такие фамилии, имя, отчество, все-все-все, абсолютно все есть. Большая компания, мне дали уже список, мне так не хочется все это в Иллюстраторе набирать самой. Мне хочется этот список каким-то образом сюда импортировать, загружать. Давайте напишем преобразование списка XML-файл в XML-файл, XML. Это такая база данных, которая как раз и загружается в Adobe Illustrator. Ну что ж, я выделяю все фамилии, имя, отчество и Ctrl-C копирую. Куда вставить? Куда поставить, чтобы у нас все это работало? В Google можете набрать Mr. Data Converter. Это абсолютно такой спокойный, свободный сайт. Mr. Data Converter. И в верхнее поле Ctrl-V. Ctrl-V. А вот в нижнем поле, в списке Output Us, выбираем XML Illustrator. XML Illustrator. Получить получили, но мы в Иллюстраторе можем только это загружать. Load. Как загружать? Куда поставить такой XML-файл? Тоже бесплатное приложение Notepad, Notepad++. Бесплатное приложение, легко скачивается. Здесь у нас в аудитории есть, кто очно сейчас с нами. Все это легко делается. Поэтому надо как-нибудь из этого всего получить XML. Я одним кликом выделяю все, Ctrl-C, и вот в Notepad++, Ctrl-V. Дальше. Если просто так взять и сохранить, это будет текст и расширение. Это нам не очень подходит. Сохранить как? Я пойду в том же направлении. Пожалуйста, пусть будет прямиком здесь 26 на нашей сегодняшней дате. Это назову просто флористика, допустим. Флористика, так называю. И очень важно, не TXT, а в самом конце, точнее предпоследний формат, это XML. Сохранить. Тогда я иду в иллюстратор, открываем меню этой панели. Load Variable Library. Загрузить. И в этом случае программа видит XML. Ну что ж, сразу, здесь не было никаких переменных, сразу они появились. Нам бы как-нибудь активировать, нам бы выделить фамилию. Фамилия здесь, у текстового блока, фамилия там. И делать эту переменную динамической, иначе я не буду перелистывать. Имя, Иван, динамическая переменная. Отчество, Иванович, динамическая переменная. И дополнительную базу данных создаю. Дальше, все как по массу. То, что было в XA, импортируется, пожалуйста, сюда. Потрясающие возможности, но немножко прошлись вот таким вот путем. Не сложно, я не буду ничего такого в Notepad++ показывать, что создаст какие-то трудности. Copy, paste. И просто при сохранении выбрать XML. Больше ничего не надо здесь делать. И все абсолютно безупречно работает. Пожалуйста, можете сохранить в AI. Все, можно это делать. Еще раз, экшены. Еще раз, новые сценарии создаю. Пятые кнопочки. АИ, Adobe Illustrator, рекорд и сохранение как. Сюда же отправлю Adobe Illustrator. Здесь шестая версия, или какую хотите. Запись выполнена, надо остановить, иначе потом любое мое действие будет здесь записываться. Автоматизация, batch, AI, data set, override action save. Обязательно сохранение, распределение. И вот в эту папку. Пожалуйста. Все, все, все. Думаю, видите, как перелистываются сами уже фамилии, имена, отчества. И все уже сохраняется, записывается. Их много сотрудников. Крупная компания. Что же делать? С крупной компанией будем тоже работать. Вот в папке. АИ уже все есть. Ну, этот образец могу смело удалить. Дальше. Такая же ситуация. Пожалуйста. Ант-ренеймер. Добавить папку. АИ. Папку. Окей. Действия. Так и наберу. АИ. Без точечки. Начать. Все. Абсолютно. Все на своих местах. Потрясающие возможности. Можно и нужно ускорить свою работу. Многое делаем именно так, таким вот образом. Так что имейте в виду, пожалуйста, смело пользуйтесь этими переменами. Я назвала семинар «Переменные и, конечно же, переменные или символы». Почему так? Потому что есть кое-что, что, возможно, нам понадобится при печати. То есть мы работаем в какой-то компании, и у нас же есть цифровое оборудование, и мы можем осуществить печать. Листовая печать от четвертого формата, от третьего формата, любого формата, который может поддержать наше оборудование печатное. Я хочу что-то распределить для какого-то конкретного сотрудника. И уже макет, который состоит из десяти, а то и более визитных карточек, буквально пару кликов, пару секунд редактировать и преобразовать в макет для другого сотрудника. Переменным «Большое спасибо». Убираю аккуратненько. Посмотрим другую ситуацию. Я сейчас просто задам стандартные размеры. Здесь оставлю, скопирую и поставлю уже куда надо. Более точные размеры. 90 на 50. Возьму с собой сейчас. Копируем. Ну что ж, другую ситуацию рассматриваем. Конечно, переменная – это очень-очень важная тема. Но сейчас макет перед печатью посмотрим. Создаю от четвертого формата макет. Портретной ориентации. Без выпуска за обрез. И вот поставлю вот такой макет для какого-то конкретного сотрудника. Допустим, Иванов Иван Иванович. Допустим. То есть я для одного сотрудника целый макет уже хочу создать. Одно, но очень важный нюанс. Перед тем, как я распределю эти макеты по всему листу, это листовая печать, я из этой визитки всего-навсего получу символ. Самая некапризная функция Adobe Illustrator. Из всего, из всей визитки перетаскиваем в «Symbols» и сразу «Ок» я получаю символ. Вот крестик по центру, вы увидите, что это уже символ. И вот этот уже полученный символ я хочу распределить по макету. Мы это знаем как. Двойной клик по черной стрелочке. Сначала только по горизонтали, в правую сторону. Копи. Затем обе карточки выделяю. Двойной клик. И не по горизонтали, а по вертикали вниз. Копи. И Ctrl-D. Все повторяю. Вот это вы можете сохранить как темплейт. Шаблон. Этот шаблон макета для своих сотрудников можете открывать много-много раз. Еще раз напоминаю, что этот способ подходит для тех ситуаций, когда вы и верстаете, и макетируете, и печатаете на каком-то цифровом оборудовании. Вот для одного сотрудника я что-то сделала. Надо бы для другого сотрудника тоже распечатать, и ставая печать. Что нам делать? Редактировать символ. Двойной клик по символу. Это будет Аксенова Наталья Александровна. Пожалуйста. Все. Аккуратно, культурно, эксеет, выхожу. Весь макет уже для Аксеновой Натальи Александровны. Распечатала. Все. Передали на заказчику руки. Еще двойной клик, без проблем, сколько раз хотите. Вы такой шаблон можете сохранить у себя, сколько хотите. Это без проблем. Пожалуйста. И все. Культурно, аккуратно выходим эксеет. И весь макет уже для Егора Алексеевича. Этот вариант перед печатью. Остальные предыдущие варианты, что мы смотрели, это, конечно, уже для отправки куда-то. PDF мы создали, CPX создали. Все-все-все эти варианты уже через Variables для отправки куда-то. Через Symbols перед печатью. Все это очень и очень ускоряет нашу работу. Конечно, семинар позволяет какую-то часть этих тем рассмотреть. Но вот то, что можно было, мы посмотрели. Конечно же, второй уровень Adobe Illustrator. Я показываю очень подробно. Там 24 академических часа. Я уже своим слушателям рассказывала, говорила, что 12 из них выделяем для дизайна. Хочется работать побольше с дизайном. Остальная часть, 12 академических часов, посвящаем автоматизации. И здесь без конца можно изучать разные вариации, рассматривать. И еще, еще, еще раз что-то делать своими руками. То, что можно показать, мне очень-очень хочется надеяться, что этот семинар вам поможет. Еще на YouTube поставят, еще посмотрите там. Попробуйте все это повторить. Это очень нужная такая команда автоматизации. Но это часть. Всего небольшая такая часть. Вот так. Так что всем искренне желаю удачи. Пользуйтесь нашим каналом Специалист ТВ на YouTube. Приходите к нам, задайте вопросы.